Здравствуйте, в студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». В чем секрет грузинского кинематографа советского времени? Вопрос риторический, потому что у каждого советского человека, кто приходил в кинотеатр, было свое отношение. Кому-то нравился грузинский юмор, кому-то фольклор, песни и танцы. Но кроме развлечений в грузинском кино того времени было что-то особенное, отличающееся от всей советской фабрики грез. Из-под валь, хотя бы намекая, в грузинском кинематографе говорили о свободе, о необходимости думать и принимать решения. Наш первый сюжет состоит из фрагментов популярных фильмов 60-х-80-х годов. В 1967 году Мираб Кокучашвили снял фильм «Большая зеленая долина», который зритель увидел только 10 лет спустя. Фильм настолько не понравился советским цензорам, что они собирались его уничтожить, но в конце концов просто положили на полку. Главный герой фильма совершенно нетипичен для советского кинематографа того времени. Свободный человек, который пытается жить так, как он хочет, оказался опасным для советской идеологии. Думаю, что самое главное, с чем советская система боролась, это свободу личности. А в этом фильме это был совершенно свободный человек. Герой Додо Абашидзе – это свободный человек, он так хочет, он так может. В этой ситуации, с этой верой он и прав, и положительный человек, если можно так сказать. А как только у него все это отнимают, он теряет все эти качества. Вот это было самое главное, с чем не могла смириться советская идеология. Тогда это было очень опасно для них. Автор фильма вспоминает, что из-за цензуры режиссеры всегда стояли перед дилеммой. Они должны были придумать способ, как показать правду и в то же время обманных цензурам. Каждый режиссер того периода грузинского кино искал выхода, потому что сценарии уже сталкивались с цензурой. Нужно было найти выход. Как сделать так, чтобы это было бы и твоим фильмом тоже, и чтобы это было бы правдой. Потому что искусство – это и есть эмоционально сказанная правда. Мы ничего другого, мы рецепты не даем, не пишем. Мы зрителя, зритель волнуется именно потому, что те идеи, которые ты ему говоришь, правдивы и эмоциональны. Это наше дело, вот в этом проявляется. В 1966 году Отар Иосилиани снял свой первый полнометражный художественный фильм. Нико, главный герой фильма «Листопад», начинает работать на винном заводе. Там, чтобы выполнить план, разливают и качественное, и совершенно негодное вино. На заводе все об этом знают, но никто не протестует. Единственный, кто выступает против фальсификации – главный герой фильма. В то время, когда объявляется, что все советские граждане нравственно безупречны, что в стране нет коррупции и до коммунизма остался один шаг, Иосилиани показывает нам весьма негативные стороны винного производства. Для человека оказывается важнее делать больше вина и класть в карман больше денег. Вроде бы эти черты присущи гнилому капитализму, но Иосилиани показывает, что все это происходит здесь, рядом с нами. А гид пропаганды негативно оценила фильм. Писали, что режиссера надо выкинуть вместе с его лентой. Михаил Кобахидзе создал в кино свой особый, уникальный стиль. Режиссер уводит зрителя в мир фантазий и мечтаний. В его короткометражках нет диалогов, а музыкальный фон несет очень важную нагрузку. Официоз боялся всего того, что отличалось от плакатной простоты. В фильмах Кобахидзе зритель может самостоятельно продолжить идеи, размышлять. А умение думать было абсолютно неприемлемо для системы, равно как и фильмы, которые пробуждали в зрителях это желание. Ему вот эта смелость, вот это эстетство очень дорого обошлось. Он был одним из тех режиссеров в грузинском кино, которого лишили профессии, который был вынужден как бы на взлете своей карьеры уже уйти из кинематографа и ему не дали уже работать. В 1984 году Эльдар Шенгелая снял фильм «Голубые горы» или «Невероятная история», который до сих пор не потерял своей актуальности. Тогда эта картина была своеобразным предвестником перемен. В редакции, куда молодой автор принес свою рукопись, никто ничего не делает. Бюрократия, безделье и абсурд заканчиваются тем, что в конечном итоге здания литераторов рушатся. Для многих это стало намеком на разрушение советской системы. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы говорим о советском кинематографе Грузии, о том, как этот кинематограф пытался быть свободным, диссидентским. И мой первый гость – народный артист СССР, народный артист грузинской СССР Эльдар Шенгелая. Скажите, Эльдар, когда вы снимали свой фильм «Голубые горы», еще не было перестройки. Как это вы смогли показать прелести Советского Союза и отношения внутри советского общества? Ну, вы знаете, мы, мои коллеги и я, в том числе, всегда ставили перед собой какую-то определенную задачу, которая была бы не очень приемлема для той СССР, которая существовала. СССР была довольно сложной. Начиналась она со студии, с художественного совета, а потом она шла, это было более демократично, а потом выше она переходила в Центральный комитет, в отдел культуры, а потом она шла в Москву. Вот там самое главное. В Москве комитет по кинематографии СССР, где по каждой студии был редактор, и кроме этого совет редакторов был. Так что каждый сценарий, каждый фильм проходил целую, так сказать, вот такую ступенческую, по ступеням проходил, так сказать, на то, чтобы получить право существовать, снимать, и потом еще дальше, когда уже снято было, это, так сказать, то же самое проходило, приемка фильма. И как вам удавалось избегать вот этих препятствий? Ну, понимаете, в чем дело. Это была такая, я бы сказал, борьба, борьба, понимаете, кто кого, так сказать, кто будет кого чуть-чуть умнее, чуть-чуть хитрее, если можно сказать. Я помню, как картины Миши Кобахидзе, вы понимаете, они практически пластические картины, потому что у него слова не было. И когда он писал свои сценарии, то если мы писали сценарии, там было слово, и можно было к слову больше придраться, а его понять они никак не могли. И вот один раз я помню, что он представил свой фильм, свой сценарий, и я с ним вместе пошел как-то, и сидел был в коридоре. И вдруг, значит, открывается дверь главного редактора, такая кокаря была, и говорит, Эльдар, ради бога, заходите ко мне, скажите ему, чтобы он перестал это делать. Я ухожу и вижу, что Миша на ее столе показывает и танцует, и показывает свои, так сказать, будущими за сценой, понимаете? Так что было и так, было и грустно, более грустно. Эльдар, но в то же время, когда вышел на экраны ваш фильм «Голубые горы», в этот же год вышел фильм другой, который просто потряс Советский Союз, это фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Да. Наш второй сюжет о том, как восприняли россияне фильм «Покаяние», который также был снят в 1984 году и ставший, пожалуй, самым тяжелым откровением советского кинематографа. Молодежь не знает. Интересно посмотреть, так ли это так, как мы знаем, или по-другому понимают новые режиссеры. Что было, я знаю. Ну, понятно. Я хотел бы... А почему без очереди? Выйдите. Хотел бы видеть, смогут ли показать. Не вернулся. Сейчас время стерло, все. Но без волнения я, в общем-то, сами понимаете, говорить не могу. Мне, конечно, хотелось бы, увидев этот фильм, то, что я мальчишкой помню, теперь уже взрослый человек 60 лет, убедиться в том, что действительно правда восторжествовала. Хочется знать, как нам преподнесут все то, что мы видели в свое время. Мы были детьми, поэтому... Что пережили. Да. Понимаете, пережили родные, близкие, друзья. Мы очень многого не знали. Во-первых, и возраст наш был такой недоступный для этих еще информаций. Но вообще, что мы знали? В Кремле не знал. Сам Сталин сидел там и не знал. Что Берия делает? Ах, про Берия? Ну. Ну, это очень современный фильм. Даже не надо говорить о том, что это вот смело снимается там в наше довоенное время, когда было все очень тяжело. То же самое сегодня. Точно те же самые вопросы. Так же, может быть, и кого-то засудить, и кому-то не поверить, обвинить, и все такое было. Хорошо. У вас не вызвало протест, что друг выкакивает отца, допустим, и сын его бросает на панораму всего города? Все-таки это видит отец? Знаете, некоторые протесты все-таки будут. В наш век ужасов это не удивление. Это... У нас не век ужасов. Понимаете? Просто протест у меня был какой-то просто психологический. Я наоборот считаю, что выкидывать надо, надо помнить. Нет, надо, надо, его выкинуть этого надо. Надо выкинуть. Нет, ну, если мы его выкинем, понимаете, если мы его выкинем, то мы как бы забудем его самого. Нет, 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 это не забудется. Надо его не выкидывать. Это не забудется. Это не выкидывается. Вот это надо. Ты с вами идти правильно? Да, да, да. Я очень волнуюсь. Я участник войны. 20 миллионов человек погибло. Нет-то в Баралове деревни, где бы мы не чтили память погибших на войне. Мы зажгли вечные огни, мы поставили монументы. Есть памятники, есть история, есть всё. Но где память о тех людях, которые отдали свои жизни ни за что? Которые пали жертвой? Я не могу назвать это слово, не хочу. Это страшного. Где память об этих людях? Если бы поставили в стране один камень, чёрный, не обтёсанный, и сказали, вот этот память, мы бы все понесли туда цветы. Мы бы положили цветы в память этих героических людей, которые были лучшие из лучших, которые были фанатично преданы, были незабвенно всё, и погибли в результате чего-то. Это трагическая гласность. Это наш урок, это наши слёзы, это наше несчастье. Это трудно передать. Вот такие у меня впечатления в фильме. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы говорим о диссидентском кино советской Грузии. Я хочу представить ещё одного гостя, кинорежиссёра, драматурга и одного из авторов сценария фильма «Покаяние» Нана Джанилицы. Нана, фильм вышел в 1984 году, то есть за три года до объявления перестройки. В 1984 году КГБ ещё ловило вольнодумцев и сажало их в тюрьмы. Как вы посмели? Вы знаете, фильм-то не вышел в 1984, мы его закончили в 1984, а он два года пролежал под арестом, и мы ожидали, что Тенгиза Евгеньевича арестуют. Он всю диссидентскую литературу из дому вынес, чтобы как-то облегчить то, что против него строилось. Так что фильм ещё претерпел какие-то, в общем, кое-какие сложные процедуры до того, как он вышел оттуда, вышел на экраны. Но до этого, знаете, видно, я могу рассказать такую маленькую историю, что Тенгиз Евгеньевич попал в автокатастрофу и чудом спасся. И он потом сказал, что, наверное, мне надо снять третий фильм трилогии, который закончит трилогию о насилии, о добре и зле. Это такой поэтический, конечно, импульс. Но вообще фильмы не делаются в одиночку. Над фильмом работает вся группа, а в данном случае работала, конечно, вся страна. Но, Нана, скажите, Грузия такая маленькая республика была даже в Советском Союзе, и все друг друга знали, и все знали о том, над чем работает творческая группа. Были какие-то серьёзные препятствия, когда ЦК, Компартии Грузии или КГБ узнавала о том, что вы снимаете или что вы собираетесь снимать? Конечно. Когда это узнали, КГБ приостановило фильм. Вообще потребовали сжечь сценарий и весь материал уничтожить. Было и такое. Но потом первый секретарь ЦК Грузии, Шевард Нансе, как-то смог какими-то уловками избежать всех этих трудностей, и мы продолжили работу над фильмом. Это случилось во время съёмки. Так что три месяца у нас была такая творческая или, как называть, производственная пауза. Ильдар, вы снимаете или снимали фильм «Голубые горы», но в таком ироничном жанре, в жанре сатиры. Тем не менее, это была тоже критика власти. Каким образом вы пришли к тому, что можно рассказать о недостатках советского правления языком иронии? Если бы мы не делали бы этого, тогда было бы просто неинтересно. Ну что, снимать картины, которые понукают тому, что происходит вокруг, это не дело художника, понимаете? Художник всегда мыслит как-то, понимаете, шире. Мы не особенно задумывались над тем, что будет дальше. Ну хорошо, запретят. Ну запретят, но факт же будет здесь, будет, так сказать, налицо, как говорится, понимаете? И потом мы молодые были, и мы верили в то, что что-то должно измениться. Такие фильмы, которые говорили об этом, были не только в Грузии. Я бы вспомнил моего очень близкого друга Андрея Тарковского и все его фильмы, понимаете? Они же... Андрей уехал из Советского Союза не просто потому, что он хотел уехать из России, понимаете? А потому что он был в таких условиях и делал великолепные картины, понимаете? Которые все были инакомыслящие, по сути дела, понимаете? Поэтому и у нас на студии, или на других студиях, понимаете, появлялись то и дело, появлялись вот такие мастера, которые шли наперекор, наперекор. И тогда создавалась система определенная. Ну, когда вышло покаяние, это уже такой период был, когда трудно было это, так сказать, осуществить. И покаяние вышли широко очень. Но я, например, раньше сделал картину, да, и тогда картина почти два года не показывалась. То есть до перестройки она не показывалась, понимаете? Только после перестройки ее стали показывать на экранах. Когда вы говорили о количестве кинорежиссеров, которые пытались показать изнутри, чем живет советское общество, я нашел странный документ. Ну, странный для советского времени он вряд ли, но это письмо наркома просвещения советской России Луначарского, который в 1924 году написал о фильме Иване Пелестиане «Три жизни». Это был практически первый грузинский советский фильм, который был запрещен. Его, как мне известно, показывали за границей, но в Советском Союзе его уже не показывали. Дело в том, что это еще 20-е годы, когда еще режим Сталина не был так силен. А в 30-м году Сталин просто стал не только вождем народов, но он еще был министр кинематографии. Он все смотрел, все поправлял, все, так сказать, давал замечания, понимаете? Для этого у него время было. Он всегда общался, надо сказать, с людьми искусства, понимаете? Спасибо, Эльдар. Нана, когда вышел все-таки фильм «Покаяние» на экраны, как вот мы видели в сюжете, очень многие люди были потрясены увиденным, а очень много вы узнали нового. Когда вы работали над этим фильмом, вы встречались с родственниками репрессированных? Наверняка и в вашей семье, и в семье Тангиза Абуладзе тоже были репрессированы. В Грузии этот фильм до сих пор вызывает очень тяжелые чувства, когда я разговариваю с людьми и напоминаю в разговоре об этом фильме. Это что? Это вот та часть истории советской Грузии, о которой вы хотели рассказать советскому народу, чтобы советский народ больше не пытался жить вот в той тяжелой советской действительности. Вы знаете, вот сегодняшний день нам уже диктует, что это оказывается притча не только о Советском Союзе, что эти проблемы во всем мире. Тот же Каддафи делает, по-моему, примерно то же самое. Так что давайте не будем говорить, что это только проблемы Советского Союза. Это общечеловеческие проблемы, как я сегодня уже понимаю. Тогда у меня ума не хватило на это. Я думала, что это советская правда, и надо ее высказать. Но, наверное, все-таки мудрость вымысла в том, что притча всегда говорит не о сегодняшнем. Она говорит о вечном, о вечных вопросах человеческого бытия. И думаю, что фильм, наверное, выиграл и тем, что это была не натуралистическая картина, а была именно фантасмагория. Когда мы работали над фильмом и узнавали все эти детали, когда собирали по крупицам правду о той жизни, я была удивлена. Я спрашивала Тенгиза Евгеньевича, как это можно будет высказать. И вот тогда он нашел эту форму фантасмагория. То есть это не сегодня и не сейчас. Это и вчера, и завтра. И мне кажется, что фильм этим очень выиграл. И то, что делал Батониэл, да, и все остальные, хотя бы Миракок и Чашули, это все притч, это не тот момент, когда они снимали фильм. Это все-таки о вечных вопросах. Их потому, наверное, грузинские фильмы были такими любимыми для всего Советского Союза и близкими. Потому что там говорилось не только о Грузии, а вообще о тех вещах, которые волнуют всех. – Нана, спасибо. Вы предугадали мой следующий вопрос вам, потому что он был связан и с творчеством Атара Иосилиани, и его фильм «Жил-пыл певчий дрозд». И даже его последний фильм «Шантропа», хотя он отказывается и говорит, что это не автобиографический, фильм, тем не менее, это фильм как раз о том времени, и это тоже притча. – Где брал силы грузинский кинематограф, чтобы пытаться рассказать о свободе, пытаться объяснить советским людям, что есть такое ощущение свободы, которое нужно в себе воспитывать? – Вы знаете, наверное, история Грузии, которая, в принципе, это не такая цепь борьбы за освобождение, национальное освобождение, наверное, и зародила эту идею так глубоко и так сильно в грузинском народе. А вообще силы, наверное, берутся все-таки из народного духа, я думаю. И даже говорят, хотя я очень люблю Батонио Тара, но говорят, что его лучшие фильмы все-таки грузинские, и фильм, когда он жил на грузинской земле и чувствовал грузинский воздух. Так что эти силы берутся только из земли, как бы, из почвы народной. – Как вы относитесь к попытке сейчас в российском кинематографе снять ремейк фильма «Отец солдата»? – Скептически, честно говоря. По-моему, никогда ремейк не оправдывает себя. Это только коммерческие задачи он всегда себя ставит. Мне кажется, что все-таки лучше всегда смотреть оригинал. Скажите, пожалуйста, Ильдар, будущее грузинского кинематографа пока еще не видно. Не видно, что будет происходить. Но сохранится ли в грузинском кинематографе этот дух свободы, который появился с начала создания грузинского кинематографа в советское время? – Ну, к сожалению, надо сказать прямо, что пока что грузинский кинематограф сегодня испытывает довольно серьезные сложности и трудности. Ну, тут есть какие-то объективные моменты, тоже есть субъективные моменты, честно говоря. Понимаете, потому что студия сейчас практически сама не производит фильм. Это делают разные маленькие компании. И поэтому за это время сделано несколько картин, которые имели хоть какой-то успех, так сказать, за рубежом. Я бы вспомнил картину «Овашвили», «Чужой берег». Пока в нас сейчас, в кино, не будут укладываться серьезные деньги, потому что у нас нету проката большого. Понимаете, пока мы не научимся делать копродукцию. Это тоже очень серьезное дело, потому что при копродукции мы прорываемся как бы за пределы Грузии. Понимаете? Вот до этого времени мы будем испытывать... Спасибо, Эльдар. И последний вопрос, Нана. Советский кинематограф, советская Грузия, смеялся над Советским Союзом, над советской политикой, и пытался иронизировать, ну, кроме, конечно, вашей серьезной притчи фильма «Покаяние». Сейчас в новом грузинском кинематографе, несмотря на скептицизм, все-таки появляются фильмы. Я недавно видел короткометражный фильм «Окоп», довольно любопытная притча о войне. Скажите, как вы относитесь к тому, как сейчас кинематографисты освещают августовскую войну 2008 года? Вы знаете, я видела фильмы мальчиков, студентов. Несколько фильмов. Это был такой проект, по-моему, студенческий. И мне очень понравилось. Там были и такие эмоциональные, и иронические. Так что я думаю, что этот дух все-таки, он тлеет. Надо просто дать как можно больше свободы. Финансовой свободы, я говорю. Потому что вот что сказал Эльдар Николаевич, в принципе, это сказ о том, что количество обязательно дает качество. Надо побольше снимать, и будет больше хороших фильмов. Спасибо большое. Это была Нана Джанилидзе, кинорежиссер, драматург и один из сценаристов фильма «Покаяние». И другой наш гость, кинорежиссер Эльдар Шенгилай, народный артист грузинской ССР и СССР, автор замечательных фильмов. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Территория демократии» «Территория демократии»